Почти 300 метров грязи. Место, где мог быть тротуар, но не случилось. Владимир живет в этом районе более 10 лет. Говорит, убитая дорога была всегда. И даже сейчас, когда на Попово выросли многоэтажки со всеми удобствами, люди продолжают месить грязь по пути в больницу, школу, детский сад. Район экономит на чистке, да, тех же тротуаров, ну и на всем остальном. Если тротуаров нет, можно их не чистить и экономить? Да, ну получается, там вот люди тоже, видите, ходят, и как бы по той стороне. То есть дорожка там тоже просто вытоптана, нету никакого покрытия. Даже если бы, простите меня, ну хотя бы щебнем бы взяли бы, посыпали, уже бы людям было проще. Это дело, но тем не менее, нам здесь близко, и чтобы в трамвае не ехать. Мы ходим вот в сад пешком, так вот бы хотелось. И здесь такие промежутки, что приходится даже выходить на дорогу, на автомобильную. И здесь уже был как минимум один случай наезда на пешехода, говорит Владимир. Буквально в 10 минутах ходьбы отсюда находится детская поликлиника. И мамы, которые живут в этих домах, могли бы прогуливаться с детьми по этой дороге. Но вместо этого они идут на остановку, залазят с этими колясками в трамвай, проезжают остановку, чтобы попасть в больницу, хотя могли бы просто спокойно пройтись по этой дороге. Я надеюсь, что кто-нибудь напишет в личных сообщениях в том же ВКонтакте, и мы встретимся с этого же района, допустим, те же мамочки, и будем решать эту проблему вместе. В перспективе, говорят местные жители, на этом месте должны построить еще один дом. Но произойдет это года через три. Есть ли у жильцов району надежда, что тротуар появится раньше, этот вопрос мы адресуем в районную администрацию. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.